вот представьте у вас в кране идет вода постоянно да и вы пьете и пользуетесь ей потом бац по какой-то причине вода не идет что это вызывает беспокойство точно такая же вода у нас есть психическом теле это вода называется энергия счастья который постоянно каждую секунду человек питается даже чтобы заснуть нужно немножко счастье иметь дальше засыпает он да что-то хорошее надо вспомнить иначе заснуть невозможно знаете что стресс означает что в какой-то момент жизни крайне закрывается привычная доза счастья перестает перестает течь в жизни на это есть вполне конкретная причина обычно чаще всего бывают вообще два типа стрессов один из тип стрессов вообще не связан конкретно ни с чем снаружи просто плохо и все поднимите руку у кого такая с такой состоянии вот это один вариант это связано только с прошлой судьбой с прошлым влиянием но она никак не проявилась в жизни это стрессовое состояние имеет начало и конец в жизни вот придет время вот все кто еще раз поднимите руку кто поднял руку вас это состояние я сейчас буду примерно говорить то что я чувствую а вы будете корректировать меня микрофончик дайте ей в руки девушки а с мы с ними со всеми четырьмя поговорим потому что это для всех даст определенное понимание вот на первом ряду на первым совсем совсем на первым да начнем с первого ряда я ее лучше вижу легче диагнозы вот просто ничем не связано да вот не могу понять я сейчас вам помогу значит началось это все вот так явно уж совсем вот если не явно то началось где-то около двух лет назад не явно совсем а вот прямо явно началось ну думаю что шесть с половиной семь месяцев назад ну давай обратная связь явно вы почувствовали же пораньше где-то годик до назад так вот почувствовали лет пять даже назад до закончится через полтора года сейчас вы находитесь на пике этого состояния вот прямо на самом пике уже через месяц станет легче если говорить об организме то это состояние связано с нервной системой я вам просто уже диагностику сейчас даю и вот эта слабость ваша психическая внутренняя это деятельность нервной системы я могу даже сказать как это лечится просто чисто механически видите так как нет причины внешней значит здесь задействована просто механика тонкого тела это лечится с помощью праноямы или дыхательных упражнений прана означает жизненная энергия яма означает гимнастика прана яма означает гимнастика психической энергии это дыхательные упражнения то человек вдыхает у него также психическая энергия вдыхается вместе с воздухом есть 7 психических центров через не входит психическая энергия во время вдоха через во время выдоха выходит да человек задерживает дыхание то тогда в это время больше психическое тело дышит чем физическое Вот дышать дышание, когда человек дышит и задерживает дыхание на выдохе и на вдохе, то в это время психическое тело начинает дышать. А чтобы вы действительно получили эффект, для этого надо дышать на природе, на природе, где есть лес, озеро, особенно та природа, которая вам нравится. Вам нравится река, я чувствую, вот эта природа вам дает здоровье. Так? Конечно. Дышите, находите время, вот это внутренняя жизнь уже, будет хотеться куда-то бежать, идти, а надо встать и просто дышать, понимаете? Это аскеза для человека, просто дышать, и вы будете наполняться здоровьем в это время. Можно вопрос, пожалуйста, как вы, допустим, дочери, дочери секрет, как вы ей помогли, потому что я чувствую, что у нее состояние очень быстро, ну, это уже другой вопрос, я же, как бы сейчас о вас говорю, а не о дочери. У нее другая ситуация, у нее эмоции страдают, у нее не близкое состояние, она эмоционально подавлена, а вы подавлены, именно психически у вас страдает нервная система. Так, давайте дальше, кто, второй человек, кто, вот девушка, да, вот там он, ага, в черном платье, вон, 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 да, на том ряду, ага. Ну, скажите слово. Ничего, что мы этим занимаемся? Мы с вами проводим сейчас, это дает вам знание, как это действует, стресс, который не связан с событиями. То есть, просто время подействовало, раз, человеку плохо стало, пришло время, стало лучше. Вот я даже ее не спрашиваю сейчас, я просто говорю, потому что, если я буду спрашивать, может быть, вы подумайте, я сам, как бы, тихонько выясняю информацию. Я просто говорю, что вот это состояние, вот такое уж совсем плохое, оно гораздо короче, вот у девушки, как бы, чем вот в данной ситуации. Три месяца примерно вы чувствуете сильное эмоциональное перенапряжение. Это вот чувство означает, что настроение плохое, ну, тяжело общаться, тяжело излагать свои мысли, эмоции. Так или нет? Я думаю, мы точно. Состояние такое вот. Ну, такое вот именно состояние. Да, и мучение. Именно эмоциональное, да? Состояние мучения. Ну, вот эмоциональное мучение. Ну, вот три месяца вижу максимум, ну, как бы, ну, если говорить о целом периоде, вот этот период в целом, он тоже, ну, не больше года длится. Я не вижу, что он сильно там большой какой-то. Ну, да. Последний день, вот сейчас, который будет лучше. Еще было дальше, хуже было раньше? В прошлом, да. Вон вы о чем. Это у вас просто природа такая, я понял. То есть вы всегда так себя чувствуете, да? Не кажется, что все. Ага, все, я понял, вы вот об этом говорите. Это ваша природа, склонность к депрессивности такой всю жизнь. Но я говорю, последние три месяца вам тяжело стало просто. Тяжелее, чем обычно. И это уже почти закончилось. То есть через две недели это пройдет уже, вот этот кризис вот такой. А если уж говорить вообще о вас, то вам надо, вот что вам нравится, петь, танцевать или стихи сочинять? Я тебе ничего не заберусь. А нравится что? Я танцеваю, нравится. Танцевать? Если вы будете танцевать, вы вылечитесь. У вас эмоции заблокированы, у них нет выхода. Вам надо эмоциональную деятельность в организме организовать, и вы сразу будете чувствовать себя счастливым человеком. Вы услышали меня или нет? Да, а танцы какие-то три стороны? Определенные, которые вам нравятся. Походите по танцам. Ну, сначала изучение идет, посмотрите, какие понравятся там. И танцуйте, это для здоровья вам надо, это такой вид лечения. А вот рядом с девушкой сели специально или... Для тебя я сестра. Ага. Можно? Да, да, пожалуйста. У вас другой вид. У вас депрессия, это называется депрессия. То есть подавленность, болевая подавленность. И тоже, похоже, вот так у вас по жизни это идет, да? Так же, как у сестры. Да. Ну нет, нет, сейчас нет такой волны никакой. То есть ничего не могу сказать особенного о каком-то периоде жизни. Эта подавленность преодолевается с помощью гимнастики. Такая есть вид гимнастики, называется статические упражнения. Или веда, как называется, хатха-йога. Ну то есть когда человек делает упражнение, долго застывает в одном положении, то он побеждает депрессию. Я вам рекомендую этим заняться. Ну мы не будем дальше, как бы это время уже забирает у нас. Потому что каждый теперь захочет, чтобы я с ним лично поговорил. Второй вид стресса, это когда стресс возникает в результате какого-то события. И этот стресс означает, что человек теряет жизненную нить. Вот он верил во что-то в жизни. Вот если событие не связано с верой, допустим. Мне не нравилась сильно работа, и меня оттуда выгнали. Что происходит? Облегчение. Ну и слава богу. Вот представьте, я верил в работу, я в него вкладывал, в нее силы, и бац, меня оттуда выгнали. Какой результат? В результате, жизнь потеряла смысл. Или я еще хуже, допустим, верила, влюбила сына, раз сына не стало в жизни. Или я верила в мужа, муж ушел или изменил. Это тоже происходит в результате влияния времени. Такие вещи тоже происходят не просто так. Так действует время, код судьбы так действует. В психическом теле накапливается определенная энергия. Она действует на мозги близкого человека. А это тоже по судьбе у него. Это все синхронно происходит. В результате наступает стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация означает, что человек теряет жизненную нить. Привычная энергия счастья, которая поступала в результате каких-то отношений, какой-то цели в жизни, она перестает поступать. Человек начинает чувствовать определенные стадии. Я вам буду говорить на следующей лекции эти стадии стресса. Сначала человек в шоке, он пытается что-то поменять. Он пытается как бы что-то сделать с этим и так далее. Так 14 стадий стресса есть. Там депрессия туда входит тоже и так далее. Я говорю о развернутом стрессе, потому что стрессовые состояния могут возникать по нескольку раз в году у человека. Но они заканчиваются тем, что все разрешается. Есть разные силы влияния судьбы. И бывают такие силы, которые человек своими силами справиться не может. В жизни все равно приходит разрушение. И когда разрушение приходит, и связано это с целью его жизни, то тогда в этом случае наступает стресс. Большинство не знает людей, какая цель в его жизни. Большинство из вас не знает цель вашей жизни. Я вам могу сейчас сказать цель вашей жизни. То, что в вашей жизни больше всего вам приносит счастье, это и есть ваша цель. Если это уйдет из вашей жизни, вы получите стресс. Но в одном случае, если вам счастье приносит работа над собой и вера в Бога, тогда этот вид цель называется высшей целью человеческой жизни. И в этом случае вы в стресс не войдете никогда. Потому что если у вас есть вера в Бога, и вы способны трудиться над собой, тогда вы сможете победить любой стресс, связанный с любой другой целью жизни. Потому что эти цели в жизни неразрушимы. Цели в жизни, связанные с верой Бога, неразрушимы в жизни человека. Точно так же, как есть солнечный свет, веды сравнивают с солнцем, точно так же, как есть солнечный свет, но он идет из одного источника, так же энергия счастья в конечном счете идет из одного источника. Те люди, которые могут настраиваться целенаправленно на эту энергию счастья, идущую из одного источника, называются святыми людьми. Святость не означает, что люди как лампочки горят. Святость, слово святость, от слова свет идет, да? Святость означает, что человек излучает счастье. То есть святой человек — это человек, который с ним поговорил пять минут, и на душе стало неслучайно светло и неслучайно весело. Ну то есть, понимаете, и вот такие люди, которые связаны с чистотой, с счастьем, с Богом, они являются уникальным достоянием человечества. И места, которые связаны с Богом тоже, с высшей истиной, с высшим счастьем, эти места также являются уникальным достоянием человечества. Святые места, святые реки, изображения различные, иконы, книги, священные писания, особенно которые соприкасались с людьми, которые в них верят. Они несут в себе эту энергию силы счастья, победы над судьбой. Меды объясняют, что точно так же, как огромный поток реки, течет через, сметая все на своем пути. Точно так же энергия счастья, идущая от святости, она сметает все страдания на своем пути. Если человек способен настроиться на эту силу, то такая сила дает возможность побеждать судьбу легко. легко означает, что все равно трудиться надо, но победа неизбежна. Любая вера, имеющая чистоту в себе, дает победу. Любая вера. Человек может, допустим, верить в свой край родимый. Я песни включаю. У меня еще одна. У Геннадия Белова есть песня такая, тоже связана с верой. И эта вера дает человеку победу. У меня был тоже тяжелейший стресс в моей жизни. Я не хочу рассказывать о чем, потому что сразу потом сплетни в интернет идут. Есть такие люди, которые берут самые большие мои переживания, самые глубокие, они это в негативе пускают по всему интернету. Люди скачивают и смотрят это все. Такие доброжелатели. Поэтому я не говорю конкретно, чем связано. Я помню, что в это время я просто по лесу, когда ходил, я молитвой побеждал, тоже стресс молитвой. Но в это время, когда я по лесу ходил, мне становилось легче. Природа же тоже энергией счастья обладает. Это божественная вещь. Мы должны это учитывать в своей жизни. Если у человека стресс, ему тяжело, надо ближе к природе быть. Надо гулять по лесу, в речке купаться. Понимаете, это механическая вещь. Это не то, что вы полностью от стресса избавитесь. Но облегчение наступает очень сильное. Не в городе надо быть, где все с людьми и с беспокойством связано. Энергия беспокойства, она пронизывает весь город. Люди же беспокоятся, суетятся люди в городе. И это все, так как мы с сердцами связаны, вот эта энергия тонкого психического тела, она же не заканчивается внутри нас. Мы связаны со всеми близкими, с родственниками и со всем этим городом, в котором мы живем. И это все тянет силой. Человек, когда из города уезжает, он наполняется силой. На дальнюю станцию, когда поедете, уже решили? Я об этом говорю, об этом. Нужен контакт, контакт с этой силой. Песня означает контакт, то есть звук передает силу. Человек включается, ему легче становится. Представьте еще, если зайти на дальние станции и делать то, что надо делать. Это то, что надо делать-то. Надо не жечь костры, там шашлыки есть, а просто отношения с природой строить. Понимаете? Бродить в полях, ничем не беспокоясь. Можно огород покопать, ну что-то делать, цветочки сажать, можно заботиться о природе, можно просто лес прибирать. Вот это дает здоровье. А жечь, там, ломать, собирать что-то, вырывать, это не дает здоровья. Понимаете, да? Заботиться, любить. Это объясняет, что у человека есть два состояния. В одном состоянии он портит себе жизнь, а в другом состоянии он, наоборот, ее воскрешает. Состояние, в котором он хочет что-то для себя в жизни сделать, в конечном счете портит жизнь. Хотя, по факту, действие для себя должно ведь улучшать все. Но получается все наоборот. А состояние, в котором человек хочет пожертвовать своим счастьем ради других, но делает это уже сознанием, правильно делает, тогда он побеждает. Ну, допустим, женщина хочет пожертвовать своим счастьем ради мужа-алкоголика, но при этом она терпит просто его выпивку, но при этом она ничего не делает. Она побеждает судьбу или нет? Нет. А что делать? Мучить его тоже бесполезно. Он еще больше, агрессивнее становится. Что делать? Ситуация сложная. Первое, что нужно делать, это наделать собой. В этой ситуации нужно с помощью каких-то сил, с помощью какой-то веры привести себя в порядок. То есть разум начинает радействовать только в состоянии покоя. Что такое разум? Это сила воли. Это способность читать молитву, вставать рано, способность прощать, просить прощения, способность побеждать судьбу всегда возникает в состоянии спокойствия. Если человек не успокаивается, он не может побеждать судьбу. Первое, что нужно сделать, успокоиться. Для этого надо использовать те типы веры, которые ты имеешь. Потому что, допустим, я вам сказал, молитесь Богу, и вам поможет. Но если у вас нет этого типа веры, а у вас вы в стрессе находитесь, вы не сможете этим воспользоваться. Это не ваш метод. Нам надо воспользоваться тем, что у вас уже есть. Допустим, вы верите в природу. Идите на природу, желайте всем счастья. Ходите по солнцу, по лесу, по земле, в одиночестве, в глубоком состоянии вот этого благодарности, природе. Вы успокоитесь за один день. Когда человек успокоился, дальше уже идет следующий этап. Но нужно включать те способы победы над судьбой, которые имеют огромную силу. Самой большой силой является контакт с человеком, который способен побеждать свою судьбу. Лучше всего этот контакт делать в своей вере, в своей культуре. Допустим, если вы православный человек, тогда надо включить голос православного хора, допустим, или людей, которые занимаются серьезной духовной практикой. Неважно, они уже там святые, не святые, но просто само движение в этом направлении, оно дает силу. Если вы под эту музыку будете, под это пение будете что-то делать, допустим, вы не знаете, как молиться, но я сейчас вас научу повторять, я желаю всем счастья. Если вы будете это делать, то вы настроитесь на те энергии, которые дают победу над судьбой. Победа над судьбой – это следующее. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Всегда человек в своем сердце связан, вот это нитью незримую, связан с чем-то, что разрушает его жизнь, буквально в смысле слова. Кто-то связан с тем, что его выгоняют с работы. Кто-то связан с тем, что близкий человек тяжело болен, неизлечимый болезнью. Кто-то связан с тем, что муж уходит из семьи. Кто-то связан с тем, что ребенок не поддается контролю. Он как бы уходит из нормального существования. Плохую жизнь, плохие отношения, плохое поведение и так далее. У каждого человека есть какая-то связь с источником страданий. Иногда источник страданий находится внутри, вот как мы три примера привели. Тогда я в этом случае все очень просто. Я предлагаю какую-то практику просто, которой надо заниматься, которая дает победу. Пранаяма, йога или танцы, допустим, даже. Понимаете? То есть это дает победу над судьбой. Чисто просто метод практический. Но если вы не верите в мои слова, вы все равно этим не будете заниматься. Вам будет некогда просто. Для того, чтобы этим заняться, нужно усилие над собой. Это усилие идет от веры, от энтузиазма внутреннего. Но гораздо сложнее, когда у человека источник не связан, связан конкретно с чем-то. Потому что, чтобы победить эту ситуацию, нужно три стадии пройти. Первая стадия – нужно отвлечься от того, что кто-то виноват. Допустим, муж бросает, надо ему простить сначала, иначе победы над судьбой не будут. Понятно, что полного прощения вы не сможете сделать, но хотя бы на том этапе, чтобы просто перестать постоянно его обвинять в своем уме. Если вы этого не сделаете, вы не сможете победить судьбу. Для этого нужны силы внутренние, душевные. И эти силы, еще раз говорю, сначала берутся просто от отношений, от общения. Ищите энергию в тех, в ком она есть. Просто к психологу садить, ходить бессмысленно. Нужно к человеку идти, который имеет душевную силу для отношений. Может быть, вы просто будете слушать голос, слушать лекцию, или, допустим, вы будете слушать молитву чью-то. Но если вы это будете слушать качественно, то есть в правильном настроении, тогда вы победите судьбу. А вот об этом я хочу сейчас поговорить. Знаете, что 90% времени в нашем сознании не то настроение, настроение, которое разрушает судьбу. Это настроение самосохранения или настроение «мне» называется. Это настроение всегда у нас существует, если мы его не побеждаем. Вот, например, я рано утром встал с постели, у меня все равно настроение «мне». И в это время, если мне кто-то что-то скажет, что-то сделать, я буду нервничать. Я вот лежу, допустим, в расслабленной постели, и мне говорят, принеси, пожалуйста, воды. Я думаю, с какой это стати? Ну, то есть у меня настроение «мне» в это время. Я очень сильно нервничаю, мне плохо, когда меня заставляют что-то делать в это время. Чем больше настроения «мне», тем тяжелее жить. Это настроение усиливается в определенных ситуациях, когда естественная доза счастья приходит в сознание. Когда усиливается естественная доза счастья в сознании, когда усиливается? Когда люди женятся. От мужчины к женщине идет естественное счастье, и она, ее сознание поворачивается в сторону эгоизма немедленно, как только она соприкасается с мужчиной. У женщины, от женщины тоже к мужчине идет энергия счастья, и она становится эгоистично настроенной, когда она начинает жить рядом с ним. Пока этой энергии и счастья идет очень много, то эгоизма не чувствуется. Это называется «медовый месяц». Люди балдеют друг с другом, ходят в обнимочку, и все понятно. Вот, еще не началось. Пока не началось, можно пожить. Но постепенно эта энергия естественного счастья тает. Наступает потом момент, когда человек говорит, ты на меня раньше не так смотрел. Он как смотрел, так и смотрел. Просто он же не может это как бы уже из себя выдавить. Вот, то есть энергия вот этой естественного счастья, она кончается, и люди начинают требовать счастья друг от друга. Что такое ругань? Семейная ругань, что такое скандал семейный? Я сдам определение семейного скандала. Это настойчивое, решительное и законно оправданное требование счастья от близкого человека к себе. Бывают два типа скандала. Один тип скандала, когда один человек требует счастья, а другой объясняет, что не может дать. Это первый тип скандала. Второй тип скандала, это когда оба требуют счастья. Ничего не объясняют. Но теперь представьте себе такой скандал, когда один человек сильно хочет давать счастье другому человеку, а тот отказывается. такой скандал возможен вообще в принципе или нет? 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 Невозможен? Если ты даришь кому-то счастье, кто будет отказываться? Ну, может, конечно, отказываться человек, но скандала не будет. Нет прецедента для скандала. Допустим, ты говоришь, можно я тебе приготовлю покушать? Он говорит, нет, спасибо. Ну, нет, так нет. Но если ты эгоистично хотел служить, тогда начинается скандал. Ты говоришь, ах, ты не хочешь? Ты хочешь, чтобы кто-то другой тебе приготовил? Это уже не то служение. Настоящее служение бескорыстную природу имеет. Ты хотел что-то сделать для человека, он не хочет, ну ладно, ничего страшного. Ты можешь сделать для кого-то другого, если у тебя такое настроение бескорыстное. Подаришь другому какому-то энергию счастья. Это же бескорыстная энергия. Она имеет божественную природу. Человек, который не работает над собой, не молится, он практически даже не понимает, о чем идет речь. Вот эта бескорыстная энергия счастья имеет редкую природу. Вам печенюшки раздавали? Это вот это природу имеет. Непонятно зачем. Возникает вопрос сразу. Как в мультфильме, когда удав передал привет, да? Возник сразу вопрос, что собственно передают. Зачем? Просто у меня хорошее настроение. Трудно понять сначала, зачем печенюшки давали. это не входит в стоимость билета. Нет, честно вам говорю, это не входит же, да? Это нет. Это, наверное, клубы благость, да? Собрали средства, просто ребята своими силами напекли печенюшки, да? Вот честно вам говорю, так и было. Сколько человек в этом участвовало? А? Больше 20 человек собрали денежку, купили сами печенюшки, напекли вам, желая всем счастья постоянно и раздали. Представляете, какая штука? Те, кто хлопают, те поверили. Остальные думают, ну это развод. хопаааааааааааааааа. Не